Всем привет, друзья! С вами снова Владимир Чайкин, Таня, и мы снова в походе. И сегодня нам пришла в голову такая идея открыть рубрику о всяких паразитах, которые досаждают походникам, о всяких кровососущих тварях. У нас уже, по-моему, был один выпуск про клещей, и мы решили продолжить эту тему. Наверное, даже это станет зарождением новой рубрики о паразитах. Потому что часто ты не понимаешь вообще, что тебя укусило, на что у тебя такая реакция и вообще, что с тобой произошло. И чтобы вам легче было разбираться в этих тварях, мы снимем серию видео. И сегодня хотелось бы поговорить о таком не самом популярном паразите, как лосиная муха. У нас она называется лосиная муха, в каких-то местах это называется лосиный клещ, лосиная вошь или оленья кровососка, вроде так она правильно называется. Очень неприятная такая мушка, которая, наверное, больше досаждает морально, потому что она очень противно ползает. Многие ее принимают за клеща, хотя на самом деле она к клещам не имеет никакого отношения. Просто иногда, когда она садится на тело своей жертвы, она отбрасывает крылья. И становится, может, чем-то похожим на клеща. В общем, неприятная штука. Из названия можно понять, что основной пищей этих паразитов являются парнокопытные, лоси, олени, косули, домашний рогатый скот. Но не брезгует она и другими теплокровными животными, всякими медведями, барсуками и прочими. Также не брезгует она и человеком. На человека она тоже иногда нападает и кусает его. Интересный факт, что лосиная муха нападает чаще всего на людей больших размеров. То есть, чем больше человек, тем больше вероятность, что его укусит такая вот оленья кровососка или лосиная муха. Видимо, она привыкла атаковать всяких крупных животных, таких как лось, олень. И поэтому на крупных людей она тоже нападает с большей вероятностью. На детей они практически не нападают, потому что дети их мало интересуют, потому что они маленькие. И, короче, нападают в основном на взрослых. О болевых ощущениях после укуса лосиной мухи мне судить сложно. Для меня она кусается немного больнее, чем комар. Но все зависит от вашей восприимчивости к слюне вот этой вот лосиной мухи. Если у вас есть аллергия на ее слюну, то может быть достаточно больно. И, в принципе, от укуса может появиться красное пятно, даже может появиться эритема, покраснение, которое довольно долго проходит. Ну, как бы, если ваш организм восприимчив к ее слюне, то может быть довольно больно и неприятно. Все зависит от организма и восприимчивости человека. В некоторых источниках говорится, что если вас часто кусают лосиные мухи, то вы становитесь более восприимчивы к их слюне. То есть вам с каждым разом все больнее от их укусов. Не знаю, достоверны эти источники или нет. Лично мне не особо больно, когда меня кусают. Больше это влияет на каком-то психологическом уровне, потому что она дико противная. Наверное, это одно из самых противных кровососущих, которое существует. Потому что оно, когда садится, его, во-первых, никак не стряхнуть. Оно не реагирует на ваши какие-то резкие движения. Оно не улетает, как комар там, слепень, который спасается, чтобы его не убили. Оно продолжает, короче, ползти по вам. Пытается заползти вам в волосы. Вот это ее излюбленное место. Под одежду куда-то там, за шиворот. В глаза. В глаза вообще жопа. Очень неприятно. Потому что вот Тане однажды прилетела в глаз. Мне аж пришлось ее вытаскивать у нее из-под века. Просто трэш. Просто она хотела войти внутрь моего черепа, по-моему. Просто трэш, да. Просто залезала ей в глаз, и мне пальцами пришлось ее вытаскивать. Она там лапами, короче, еще шурудила. Дико неприятная тема. Убить ее довольно сложно, потому что она плоская, и от хлопка она не умирает. Ей вообще пофигу, короче, то, что вы хлопаете. Даже если вы там ее сильно давите, она не давится. У нее довольно твердое такое тело с такими твердыми покровами, которые... Ну, короче, не давится она. Ее, если только как-то отрывать и скручивать. Стряхнуть ее, в общем, очень сложно. То есть, если вы ее конкретно поймали там пальцами и выкинули, вот тогда вы от нее избавились. А так она продолжает у вас ползать, залезать в волосы, там сидит. Они не обязательно кусают. Есть какой-то просто промежуток времени, когда они именно кусаются. Мне кажется, что у нас в Латвии этот промежуток осенью. Их осенью у нас больше всего, особенно на болотах. И вот осенью они начинают там садиться на человека и могут его кусать. А так они, в принципе, паразитируют больше на парнокопытных. Потому что их основная пища это олени, лоси и косули, как я уже сказал. А от крови человека они... Как бы человека они кусают по ошибке, если так грубо выражаться. От крови человека они не могут продолжить свой какой-то репродуктивный цикл. И не могут производить потомство от крови человека. Для того, чтобы производить потомство, им нужна кровь лося или косули, или другого парнокопытного. А кровь человека им, как бы, в принципе, не нужна. Численность лосиной мухи в определенных районах напрямую зависит от количества лосей, косуль и олени. То есть, если у нее есть пища, то там ее будет много. Если в каком-то районе не так много парнокопытных лесных, то и лосиной мухи в этих районах тоже будет меньше. Также в некотором количестве олених мух содержатся спирохеты, которые являются возбудителями болезни лайма. И в разных источниках, в принципе, разные мнения о том, могут ли эти лосиные мухи заражать человека болезнью лайма. Одни говорят, что могут, другие говорят, что не могут. Я лично достоверно утверждать ничего не буду. Просто нужно иметь в виду, что внутри этих, некоторого количества вот этих вот тварей содержится болезнь лайма. И теоретически они могут ее, наверное, передать даже человеку. Лосиная муха обитает на довольно обширной территории. Она распространена как у нас в Латвии, как и в европейской части, так и в европейской части России, и в Сибири, и вплоть до Китая. Она живет в скандинавских странах. То есть, ее ареал обитания довольно большой. Еще хотелось бы добавить, что, ну, из личного опыта, что всякие спреи от комаров, там, клещей и всяких мух, они на нее особо как-то не действуют. Ей как-то пофигу. Она садится и начинает по вам ползать. Так что, не знаю, единственный способ это схватить ее и выкинуть. Ну, это тоже довольно сложно. В принципе, в Латвии у нас она появляется только осенью. Как бы летом ее не особо много. Наверное, летом ее могут увидеть только всякие охотники, которые там охотятся на оленей и лосей, там, и разделывают их туши. Ну, как бы она паразитирует на оленях и лосях, и как бы может укусить охотника. А так, летом ее у нас практически нет. Но где-то с сентября, в сентябре, в конце августа она появляется. Ее довольно много, особенно на болотах. И, в принципе, вот сейчас мы находимся на болотах. Сейчас уже ударил первым морозью, сейчас их нету. Но буквально какое-то время назад их было достаточно много. И они доставляют кучу неприятных ощущений туристам. Вот такой вот интересный паразит, довольно необычный. Может, кому-то это видео будет интересно, и он поймет, что же его все-таки укусило, что это за непонятная тварь. Некоторые путают ее с клещами. Так что, нет, ребята, это не клещ, это лосиная муха. Она такая вот непонятная, противная и ползающая по вам, залезающая вам волосы и глаза. На этом, наверное, все. С вами был Владимир Чайкин. Таня снимала меня на камеру. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете о лосиной мухе, какие у вас были случаи, встречи с ней, кусала ли она вас, и какие у вас были болевые ощущения. Будет очень интересно почитать комментарии и узнать ваше какое-то мнение и ваш опыт. Подписывайтесь также на нашу группу ВКонтакте. Ну и, конечно, ходите в походы, друзья. Всем пока!